МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа Республика в студии Ольги Пыречкиной в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня временно исполняющий обязанности главы Республики Михаил Игнатьев встретился с заместителем министра связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным. На рабочей встрече Михаил Игнатьев и Алексей Волин обсуждали перспективы перевода телевизионного сигнала на цифровую платформу, а также вопросы комплектования республиканского видеоархива. Поговорили о будущем региональных газет и журналов. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций отметил, что в республике в ближайшее время может появиться медиахолдинг печатных СМИ. За счет создания холдингов сразу же возникала экономия по бумаге, по верстке, по распространению, и возникали дополнительные рекламные возможности. Есть издания, которые пользуются реальным спросом. До 45% населения подписываются на них. Есть газеты, которые спросом, честно говоря, не пользуются. Объем их подписчиков составляет не более 10%. За счет первых, которые успешны, Чуваши удалось оказаться на очень неплохих позициях в России с точки зрения подписки на второе полугодие 2015 года. Обсудили навстречу и проблему сокращения сети киосков. Михаил Игнатьев отметил, что этот вопрос находится на контроле городских властей. Есть регионы, где сделали для этих киосков нулевые ставки по земельному налогу или по аренде этих земельных участков. Надо нам посчитать, для того, чтобы комплексно оценивая за и против, принимать пользу читателей. Потому что, когда на стоимость аренды или налог данного земельного участка влияет существенно, то любое издание будет дорогое. А что бы этого не было, нам надо со своей стороны посмотреть. Ибо информационные технологии развиваются, интернетом люди пользуются, но ветераны и молодые люди начинают читать. Тем более, год литературы. На сегодняшний день мы должны дополнительные стимулирующие меры принять. Сегодня же Алексей Волин встретился с провайдерами и руководителями вещательных компаний. На совещании обсудили, насколько активно Республика занимается переводом телевизионного сигнала на цифру. Это приоритетный проект. Но реализовать его могут помешать финансовые трудности. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Для того, чтобы начать полноценное вещание в цифре, Чувашии необходимо установить более 40 специальных передатчиков. Эти работы в регионе планируют завершить до конца года. Сейчас к сети подключены 11 объектов. Причем в некоторых районах Республики уже можно настроиться на каналы мультиплекса. Работа была проведена достаточно большая, серьезная, связанная и с получением отделения земельных участков. Здесь нужно отметить очень хорошую и сложную работу с правительством Чувашии. Республики очень быстро мы все оформили. Оформлены документы. Мы используем в частях. Ну и, в общем-то, работа в самом разгаре. Буквально сегодня мы включили еще один передатчик. Он находится в самой дальней. Самый дальний для нас объект. Это Новая Одесса. Этот проект придет на помощь жителям села, где невозможно проложить кабельную сеть, а установка спутниковых антенн обходится в копеечку. Всего в регионах должны заработать три мультиплекса. Но реализовать все планы в одночасье не получится. Сложности возникают на этапе разработки второго мультиплекса. Его строительство будут вести частные инвесторы. И здесь есть проблемы. Падение по телевидению составило около 65% рекламы в стране. Это еще не считая падения курса. Это в рублях падение. И в этой ситуации каналы второго мультиплекса еще в том году пришли в правительство и честно сказали, что у них нет финансовой возможности оплачивать распространение сигнала второго мультиплекса в городах с населением менее 50 тысяч человек. Поэтому второй мультиплекс будет запускаться только в городах 50+. Эта ситуация будет до 2019 года. Открытие третьего мультиплекса пока пришлось отложить до 2019 года. Альтернативой цифровым передатчикам могут стать оптоволоконные сети. Их прокладкой чувашские провайдеры занимаются уже сейчас. Населенных пунктов, которые подключены по сети FTTB, с учетом Чебоксара, но Чебоксарская, это основные города, 27. То есть это уровень районных центров и ниже районных центров. Что касательно сети кабельного телевидения, она также по сей день еще живет и эксплуатируется. 80 тысяч абонентов на этой сети по республике. Специалисты сейчас рассматривают и вопросы удешевления работ по прокладке сетей. До населенных пунктов кабели возможно доводить по опорам электропередач. Минсвязи страны сейчас предлагают проводить оптоволокно уже на этапе строительства домов. Как нельзя давать дом и сценаризация, и водопработка, так, мы считаем, нельзя давать дом и без того, чтобы туда были заведены оптоволоконные сети. Потому что это как раз касается и сферистов, это касается и кабельщиков, это касается и телевизионных программ. Но даже при полном переходе на цифру у жителей республики должна остаться возможность просмотра передач в аналоге. Алексей Волин отметил, что единственным надежным источником приема такого сигнала будет привычная коллективная антенна. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Михаил Игнатьев подписал распоряжение о присуждении ежегодных грантов главы Чувашии для поддержки инноваций в сфере образования. По 200 тысяч рублей получат 20 образовательных учреждений, среди которых 7 детских садов, 7 школ, учреждения дополнительного и профессионального образования. Об этом временно исполняющий обязанности главы Чувашии сообщил на ежедневном совещании с членами правительства. Министр образования и молодежной политики Владимир Иванов рассказал об итогах приема абитуриентов в высшее учебное заведение республики. Было подано 18 тысяч заявлений. В среднем на одно бюджетное место претендовали 6 выпускников. На очную форму обучения ПИД-университет конкурс составил 8,8 человек. Это говорит о том, что профессия учителя становится также престижной. Соответственно, появляются не только девушки, и парни приходят. И это очень важно для грамотного, полноценного воспитания наших школьников. Кроме этого, хотелось бы обратить внимание, что и МАМИ в этом году тоже, несмотря на то, что попадает число неэффективных вузов, то есть признаками неэффективности, точнее правильно будет так сказано, но конкурс туда все равно достаточно высокий, 6,8. Это говорит о том, что технические специальности, которые реализует этот филиал, он востребован. И, соответственно, наши школьники с удовольствием подают туда заявление. Конкурс ЧГУ, основной наш ведущий вуз, также составляет, как и средний по республике, 6,1. Среди популярных направлений, кроме экономики и юриспруденции, министр назвал энергетику и электротехнику. Много желающих получить среднее профессиональное образование. По словам министра, некоторые СУЗы даже конкурируют с вузами. Это электромеханические и медицинские колледжи, техникум строительства и городского хозяйства. Владимир Иванов также сообщил, что представитель Чуваши Александр Ганиашвили на чемпионате мира по профессиональному мастерству Бразилии стал призером в номинации «Поварское дело». А в 2019 году подобный чемпионат пройдет в Казани. Говорили на совещании и о здоровье населения. Диспансеризация проводится в республике уже третий год. За это время 80% жителей Чуваши проверили свое здоровье. По результатам диспансеризации определенных групп взрослого населения могут считать себя здоровыми только четверть, порядка 26%. Каждый шестой житель Чуваши имеет вторую группу, то есть высокий риск развития хронических заболеваний. Во время диспансеризации выяснилось, что жители Чуваши больше всего страдают эндокринными заболеваниями. Далее идут злокачественные, но большая часть из них выявляется на ранней стадии. Среди факторов риска развития болезней – нерациональное питание, повышенный уровень холестерина, высокоартериальное давление. Михаил Игнатьев рекомендовал профильному ведомству рассчитать, во сколько обходится лечение заболеваний, возникших из-за неправильного образа жизни и нерационального питания. И выстроить систему профилактических бесед о вреде фастфуда в школах, чтобы дети знали, что надо правильно питаться. Татьяна Молкова, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика. Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев посетил Шумер-Люи Красночитайский район. В программе рабочей поездки значилось вручение ключей от новых машин скорой помощи, ознакомление с ходом строительства детского сада и ходом уборочных работ, а также открытие фельдшерско-акушерского пункта. Более подробно об этом смотрите в нашем завтрашнем выпуске. А в пятницу совещание по вопросам развития Шумер-Ли провел председатель кабинета министров Чувашской республики Иван Моторин. В нем приняли участие члены правительства, курирующие основные вопросы. До начала совещания Иван Моторин побывал на предприятиях жилищно-коммунального сектора и узнал, как они готовятся к отопительному сезону. ЖКХ умерли одна из проблемных трослей. Сейчас готовность к зиме лишь 50%. Основная проблема – задолженность муниципального предприятия «Теплоэнерго» за потребленные ресурсы. Есть проблема в городе Шумер-Ли. Мы выезжали на котельную, которая раньше принадлежала Шумер-Ли, сказал, спецавтомобилей. Сейчас котельная находится у юридического лица. Республика планирует выкупить ее для того, чтобы гарантированно обеспечить теплом населению в городе Шумер-Ли. Сейчас город должен разработать схему теплоснабжения, чтобы определить, в каком районе ставить модульные котельные, а также модернизировать имеющиеся. Готовится в Шумер-Ли к новому учебному году. 1 сентября принять учеников должны 16 школ. Но во многих до сих пор не устранены все недоделки. Не отремонтированы коридоры, учебные классы, крыша. А в муниципалитете не хватает средств, чтобы подготовиться ко встрече школьников. Недостаточно средств и на другие городские нужды. Бюджет республики в этом году увеличил сумму, которая будет направлена муниципалитету. Сегодня в рамках адресной инвестиционной программы выделяют порядка 280 миллионов рублей для города Шумер-Ли. Это как на дороге, так и на переселении из ветхого аварийного жилья. А представьте, что в том году это было порядка 100 миллионов рублей. Поэтому существенные средства приходят из республики для того, чтобы решить все инфраструктурные проблемы, которые сегодня имеются у города. Подводя итоги совещания, Иван Моторин выразил уверенность в том, что руководство города опримет замечания, высказанные руководителями министерства и обеспечит устойчивое развитие Шумер-Ли. В минувшие выходные в Чебоксарах прошел форум молодых предпринимателей Приволжского федерального округа. В работе форума принял участие уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов. В рамках пленарного седания говорили о мерах господдержки, бизнес-инициатив, механизмах стимулирования предпринимательской активности. Борис Титов успел посетить и строящийся в Новочебоксарске полигон твердых бытовых отходов. Бориса Титова заинтересовала опыт Чуваши в решении проблем экологии и эффективного взаимодействия бизнеса и государства в этом направлении. У нас есть свое направление, которым нам приходится каждый день заниматься. Это экология. У нас есть общественный даже амбудсмен, полномоченный по экологии Неверов. И мы каждый день сталкиваемся с большими проблемами, которые связаны с экологией, в том числе и утилизацией отходов. Проект сбора мусора продуман до мелочей. Около 300 машин собирают отходы в муниципалитетах, затем везут на мусороперегрузочную станцию. Там происходит первичная сортировка. После этого сортированный мусор грузят в герметичные баки, собирают своеобразный автопоезд, конечная станция которого – полигон. Большим грузом придется сделать в день всего лишь 8 рейсов. Без сортировки на станции рейсов было бы на порядок больше. Сейчас управляющая компания управления отходами работает над тем, чтобы найти покупателя на пригодное для переработки вторичное сырье – стекло, пластик и бумагу. Сама технология новая. Пока отходов нет, но видно, что это уже очень сложное технологическое производство, которое будет максимально экологически чистым. Конечно, такие технологии пока в разработке, но должно пройти время, чтобы их внедрить. А главное – научить ими пользоваться жителей города. Население будет без разницы, скажем так, 2 рубля, да, он сэкономил. Это неощутимо. А вот когда детская площадка появилась… От немокрого уже можно, по крайней мере, дом может построить детскую площадку, да? Да, да. А если еще и стекло от металлов и от бумаги, то это вообще тогда можно очень серьезно сэкономить. Сэкономили полгода, поставили качели. Люди уже видят, что они сделали. Следующий шаг. У управления отходами вместе с свой венчурный фонд. Вот сейчас обратились молодые предприниматели. Они разработали систему по сбору раздельному. То есть там приложение есть, вот они нам показывали, вот сейчас думают, туда вложиться. И человек штрихует любой товар, упаковку. То есть у него уже в телефоне есть. И, скажем так, контейнер не откроется, пока он не отправит что там в этом контейнере. То есть открывается, и, соответственно, ему зачисляются деньги, допустим, насчет мобильного телефона. Борис Титов отметил, что строящийся полигон – это новые технологии и новые перспективы. Производство позволит улучшить не только экологическую, но и экономическую ситуацию. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Праздник закончился, воспоминания остались. Минувшее воскресенье для чебоксарцев было щедрым на события. Любимому городу исполнилось 546 лет. Отмечали с раннего утра до поздней ночи. В город прибыло немало гостей. Все дружно чествовали жемчужину по Волге. Уже традиционно с утра на Красной площади прошла зарядка со звездой. В этом году горожане просыпались вместе с известным бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Вслед за общей разминкой чебоксарцы напрягли шею. Небесный простор рассекали стрижи. Военные летчики продемонстрировали мастерство, исполнив фигуры высшего пилотажа. Все внимание в небо. Роспуск с тречными бочками. Дорогие друзья, немножко сейчас пощекотают нервы вам летчики. Фотоаппараты и руки в небо. Роспуск начали. Молодцы, ребята. В речном порту прошло торжественное открытие памятника выдающемуся кораблестроителю, академику Крылову. 15 августа исполнилось 152 года со дня его рождения. Он был известным математиком и механиком. Имя ученого вписано в историю отечественной и мировой науки. Автором памятника является заслуженный художник России Салават Чербаков. Такие выходцы из Чувашии, как Академик Крылов, это те самые представители, на которых тоже на чьих плечах лежит вот эта ответственность. Я очень благодарен, что меня пригласили, потому что это яркое впечатление. И это авиация, которая была. Большое спасибо. С праздником вам. Здоровья, долголетия. Всего самого хорошего. Спасибо. В рамках проекта «Этническая Чувашия» в парке 500-летия состоялось открытие одного из самых романтичных мест города – лестницы влюбленных. На участке за торговым центром появился лестничный спуск, видовая площадка и озеро с лебедями. Сразу после торжественного бракосочетания прийти сюда и провести еще более торжественную церемонию в таком красивом месте, где и лебеди плавают, и деревья растут, и цветы. Вечером на главной площадке выступали популярные творческие коллективы «Чебоксар». На Красной площади прошло театрализованное представление «Чебоксары – город твоих побед». С 546-летием любимого города чебоксарцев поздравил временно исполняющий обязанности главы «Чувашия» Михаил Игнатьев. Дорогие чебоксарцы, дорогие гости, от всей души поздравляю вас с днем рождения города Чебоксары! Хочу поблагодарить всех горожан, которые с каждым годом участвуют на разных праздничных мероприятиях. И этот праздник становится все ярче и краше. Много улыбок, много добрых, счастливых лиц. Подарком для всех зрителей, что собрались воскресным вечером на главной площади столицы, стало выступление группы «Звери». Ты опять смеешься над моими вопросами, просто интересно знать, насколько ты взросла. Мы идем по городу, вокруг все любуются, у таких, как мы, все обязательно сбудется. В завершении концерта небо озарил праздничный салют. Разноцветные нити фейерверка с грохотом разрисовывали ночное небо. В день города в центре столицы Чувашии вновь появился творческий бульвар. Ежегодный арт-проект с таким названием успел полюбиться чебоксарцам и стать своеобразной визитной карточкой главного праздника города. Подробнее расскажет Юлия Важенина. Сказочные персонажи, мастера магии, средневековые рыцари на один день превратили столицу Чувашии в страну чудес. Ее границы пролегли по центральным улицам нашего города. В обычные дни прогуляться от детского мира до Красной площади можно лишь за полчаса, но только не сегодня. В день рождения города Чебоксары невозможно пройти мимо уже всем известного арт-проекта. И сегодня творческий бульвар просто поражает своей масштабностью. Чудеса поджидали горожан на каждом шагу. Поэты и барды, танцоры и корабейники, клоуны и фокусники, а также многие другие. Около 80 самых разнообразных творческих площадок заполонили проспект Ленина и улицу Карла Маркса, которые на несколько часов превратились в одну большую сцену. Причем главные роли в этом красочном представлении сыграли сами жители города. День города для нас всегда очень важное мероприятие. Мы к нему всегда очень сильно готовимся. Мы будем радовать людей, потому что люди в этот праздник приходят с хорошим настроением. Как и мы всегда готовы удалить праздник. С днем города Чебоксары! Мы вас любим! Именно в этот день воплощаются самые смелые творческие идеи и проекты. Рождаются новые таланты. Спортивные гимнасты, боксеры, каратисты. Каких только направлений не было представлено на творческом бульваре. В этот день даже хоккей был не на льду, как обычно, а на асфальте. Ведь настоящие спортсмены могут оттачивать свое мастерство и в обычных кроссовках. Творческий бульвар – гордость нашего праздника. Это наиболее масштабная, яркая и красочная мистерия, где каждый может убедиться, чебоксарцы – необыкновенно талантливые люди. Творческий бульвар. Вообще, я в полном восторге. Все очень здорово, весело, столько творческих людей, столько интересных задумок. Администрация города – большой респект. Необходимо, чтобы люди видели, сколько интересных и творческих людей у нас живет в нашем замечательном городе. Участники клуба исторической реконструкции перенесли горожан в эпоху Средневековья. Бравые рыцари показали гостям, насколько лихо они владеют оружием. История ожила и на площади республики. Сюда, причем своим ходом, приехали ретро-автомобили. Для кого-то посидеть за рулем такого железного коня – уже воплощение мечты. Потрогать и сфотографироваться с антиквариатом была масса желающих. Троптора понравились. Старые, красивые. Даже завелись они. Очень понравилось. Сфотографировались на память. С праздником. С днем города. Побольше, как говорится, туристов к нам приезжайте. Очень красивый город. Пускай процветает. И всем желаю удачи и хорошего настроения. Национальное телевидение «Чувашия» не осталось в стороне и тоже приняло участие во всеобщем празднике творчества. И телевизор, и радиомикрофон вынесли прямо на улицу, чтобы любой желающий мог поздравить столицу Чувашей с днем рождения и рассказать, за что они любят Чебоксары. Михаил Игнатьев тоже не прошел мимо нашей площадки. Больше горожан будет зажигаться и частичку своего сердца будут отдавать для красоты. Для того, чтобы город Чебоксары был лучшим городом в Российской Федерации, то мы еще лучше будем жить, еще краше будем жить. От этого социальное самочувствие каждого человека, каждой семьи будет лучше. А это сокровище Чувашского народа, нашей любимой России. Едва свернув свои шатры и разобрав помостки, авторы творческих площадок уже начали планировать арт-проект следующего дня города. Мы любим город, а город любит нас! Юлия Важенина, Олег Хекимов, Республика. День города запомнился жителям республики красивым свадебным парадом. Шествие пар с каждым разом становится все более популярным среди чебоксарцев и гостей солицы. Своеобразной изюминкой дня города стал свадебный парад «Мы женимся». Десять команд, а это более трехсот девушек и юношей, влюбленных пар, будущих молодоженов и молодых семей, а также фотографы, видеографы, стилисты, декораторы и многие другие свадебные специалисты города Чебоксары объединились для создания одного масштабного белого шествия. Зачем нужно? Чтобы, как сказать, культуру свадебную поднимать, что ли, на новый уровень, потому что многие люди боятся экспериментов, но видят, как у всех, там, я тоже так же хочу, а тут как-то что-то новое, что-то интересное, видят, что можно сделать, как это бывает. Мне понравился день съемок, я говорю, в процессе драйв очень появляется, прям, ну, адреналин, всплеск эмоций какой-то. Да, участвовать понравилось, хочу еще раз попробовать в следующем году. Свадьба в стиле дорожное приключение, французский Прованс, драгоценная эклектика, бракосочетание по мотивам трилогии «Голодные игры», любовь по мотивам легенд и многое другое. Каких только направлений свадебного торжества не представили нашествия, которые, кстати, в этом году проводятся уже в седьмой раз. Жители могли оценить более 200 уникальных свадебных костюмов, а также выбрать лучшую пару на их взгляд. В этом году свадебный парад стал, пожалуй, самым романтичным, трогательным и душевным, ведь тема этого года – лавстори. В День города в небо над столицей Чувашии поднялись не только стрижи. В Чебоксарах прошел фестиваль воздухоплавателей. Партнером мероприятия стал Ростелеком. А сегодня в столице республики открылась семейная выставка-ярмарка. Какие необычные товары представлены на выставке и на какой высоте летали воздушные шары, смотрите далее. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. У того, кто хоть раз в жизни испытал полет, глаза будут вечно устремлены в небо, сказал когда-то Леонардо да Винчи. Теперь тосковать по небу будут многие чебоксарцы. В День города они смогли полетать над столицей Чувашии. Это не требовало никакой подготовки, только смелости и решительности, а еще удачи, чтобы погода была летная. Я сегодня ждала очень этого момента, чтобы полетать на воздушных шарах. Я думаю, это очень красиво и хочу увидеть свой город с высоты птичьего полета. Ну, сейчас мы скоро полетим. Это моя мечта, чтобы я полетала на этих воздушных шарах. Компания Ростелеком является партнером нескольких проектов в рамках Дня города. И один из них – это фестиваль воздухоплавателей «Город с небес». Это очень яркое и интересное мероприятие. Оно проходит нас впервые. И мы очень рады поддержать событие, которое, я думаю, очень понравилось и гражданам, и гостям столицы. В популярной социальной сети компания разыграла билет на полет. Счастливчика случайным образом выбрал компьютер. Каждый человек, наверное, хочет полетать. И тут моя мечта тоже осуществилась. С удовольствием полетала. Хотелось взлететь даже выше, совсем не страшно. И улететь в свободный полет. Спасибо Ростелекому. Я очень рада. Катали чебоксарцев – представители московского клуба воздухоплавателей. Многие из них поднимаются в небо уже несколько десятков лет. Летали над горами и морями. Теперь на их карте воздухоплавания появился и наш город. Сегодня с большим удовольствием находимся второй день в вашем прекрасном городе, в вашей прекрасной республике. Очень красивые места, все очень нравится. Прекрасные люди, прекрасная обстановка, позитивное отношение людей. Приехали с семьей воздушными шарами. Правильное название – тепловые аростаты. Но мы стараемся не усложнять. Профессиональные воздухоплаватели улетели, но обещали вернуться. Ну а у чебоксарцев остались впечатления о празднике, который прошел на высоте. Во всех смыслах слова. На выставке представлены товары из разных городов страны – Твери, Казани, Сызрани, Екатеринбурга, северной столицы и даже далекого итальянского города Бари. Есть товары из горных вершин Крыма и Кабардино-Балкарии, из республики Мордовия и Донбасса. Храмы и монастыри предоставили православную продукцию – икона, освященное масло, именные ладонки. Участники выставки из Алтайского края привезли полезные сладости – различные сорта меда и конфитюра. Мед и варенье можно попробовать, выбрать по вкусу и цене. Мы приехали к вам из Алтая, из поселка Белокуриха. У нас своя кочевая пасека. Есть у нас целебные сорта меда с пыльцой, с прополисом, с пиргой очень полезен. Гости из Калининграда привезли прекрасные слезы морской богини – так называют ценители янтарь. Украшенные золотыми крапинками иконы, прекрасные бусы из необработанного минерала порадуют жительниц города. Посетители выставки могут приобрести различные травяные чаи из Крыма. Теплый морской воздух, высокие горы, благоприятное среда для выращивания целебных трав. В основном мята, душица, липовый цвет, милиса, чебрец. Эти травы чисто онкологически собраны в горах Айпетрия. Колокольчики из латуни и изделия из столетнего кедра – товары для любителей необычных вещиц. Эксклюзивная посуда, которая сделана из сибирского кедра, даже из Новосибирска. Делается она по старинной технологии. У нас посуду для того, чтобы можно было использовать под горячее употребление. Выставку можно посетить с детьми. Специально для них приглашены герои мультфильма «Фиксики», «Симка» и «Нолик». В Доме культуры имени Ухсая выставка пробудет до 20 августа. От 21 по 23 августа ярмарка порадует жителей Новоюжного района в ДК агрегатного завода. Новосибирскан 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 Редактор субтитров А.Семкин